7 мая в администрацию Щелковского района пришло письмо из микрорайона Заречный. Люди требуют навести порядок с управляющей компанией Перспектива, которая вот уже год как рассылает жителям квитанции на оплату якобы долга. Требует оплатить услуги, которые они уже оплатили другой компании. Сейчас наш дом обслуживает УК Перспектива. До 2016 года его обслуживала УК Новые технологии. Все эти годы мы исправно платили по квитанциям, но в какой-то момент, в конце 2016 года, выставили долг. Между Перспективой и новыми технологиями возникли судебные тяжбы, и свои потери Перспектива свалила на жителей. От этого беспредела страдает весь микрорайон Заречный. Что в новых технологиях, что в Перспективе работают одни и те же люди. И, по-моему, махинации тоже они все эти проворачивают. Проверьте их и проверьте, на каком основании все жители района оказались в долгах. Защитите наши права. И таких обращений десятки, если не сотни. В администрацию района, в прокуратуру, в министерство ЖКХ. Как найти управу на управляющую компанию. И, да, давайте разберемся, что это за Перспектива такая. УК Перспектива Руководит ею Ирина Владимировна Кашевая. Личность не будет преувеличением сказать легендарная для Щелковского района. Ее таланты, о которых мы и будем рассказывать далее, раскрыла приватизация отрасли ЖКХ, начавшаяся в 2005 году. Это она, Ирина Кашевая, в 2011 выводила народ на митинги под лозунгами «Руки прочь от новых технологий». Это она, в 2012-м, на всю страну прославила Щелково нашими жилищно-коммунальными разборками в программе Елены Прокловой про ЖКХ на Первом канале. Это при ней жители микрорайона Заречный впервые узнали, что такое двойные платежки. Это при ней обанкротилась то самое ЗАО «Новые технологии», а десятки миллионов рублей исчезли в неизвестном направлении. Это она не раз ловко организовывала переголосование десятков домов микрорайона Заречный с одной УК на другую. Это она открыто рассказала с телеэкрана о механизмах вывода денег из управляющей компании в фильме «План Б». Это она запустила проект под названием «Перспектива». Три десятка лет Ирина Кашевая трудится в Щелковском районе на поприще управления жилым фондом и его обслуживанием. Зарекомендовала себя высококлассным специалистом. В мае 2011 года стала директором ЗАО «Новые технологии», где работала до этого несколько лет. Заявила, что пришла поднять из руин дорогую ее сердцу компанию, находившуюся тогда в плачевном состоянии с многочисленными долгами. В мае я возглавила 16 мая эту организацию и сказала, я наведу порядок. Из долгов эту организацию вытащила. Вытащу. И сразу скандал, связанный с именем Ирины Кашевой. Она запустила процесс переголосования домов микрорайона Заречный на ЗАО «Новые технологии». И начала рассылать жителям квитанции на оплату услуг ЖКК. Но свои платежки продолжала выставлять и предыдущая управляющая компания ООО «УК «Новые технологии». С ней Кашевую в недавнем прошлом тоже связывали тесные трудовые отношения. Она там была заместителем директора. Обе компании, вернее их владельцы, прямо скажем, друг друга стоили. Делили бизнес, которым жители были всего лишь средством обогащения. Но на коне была Ирина Кашевая, поскольку администрация города, руководимая Татьяной Ершовой, в тот период смену управляющей компанией поддержала. Люди, введенные в заблуждение, они не понимают. И у них в ожидательной позиции, чем закончится, куда платить. Спорные вопросы по 46 домам. Дело находится сегодня в арбитражном суде. И изначально Татьяна Борисовна, глава города, не признавала эти договора управления действительными, о чем подано заявление в арбитражный суд. И сейчас дело рассматривается в арбитражном суде. И мы на сегодня вышли в арбитражный суд третьими лицами в помощь администрации. А потом ресурсовики заявили, что у них нет договоров с новой УК. Начались проблемы. Газовики за долги районных теплоэнергетиков, в свою очередь не получивших денег от управляющей компании, отключили котельную Заречного. И жители микрорайона летом 2011 года остались на несколько месяцев без горячей воды. Тогдашние городские власти попытались исправить ситуацию, инициировав перевыборы управляющей компании в качестве собственников муниципального жилья. Но сделали это достаточно топорно. Приезжал разбираться, да так и не разобрался, запрет правительства Московской области Владимир Житкин. Не смогла этого сделать и Щелковская прокуратура. Мы все протоколы подняли, посмотрели по всем этим выборам. И самое, что в этой ситуации возникает, какая неразбериха о том, что постоянно проводятся выборы, а договора с прежними управляющими компаниями не принимаются меры по расторжению. Не расторгаются. Не расторгаются ни в каком порядке. Понятно. Зао! 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 Пикеты, которые Ирина Кошевая тогда собирала в поддержку своей зао «Новые технологии», существенно добавили ей очков. Компания осталась работать на домах Заречного. В конце 2015 года на Щелковском телевидении вышел фильм «План Б». Он рассказывал о финансовых махинациях Щелковских УК, как они, получая в управление, всеми правдами-неправдами, многоквартирные дома, собирают с населения живые деньги за жилищно-коммунальные услуги, как при этом не платят ресурсникам за тепло и воду, как выводят денежные средства через родственные подрядные организации, оплачивая им работы по многократно завышенным тарифам. Как постепенно компания, из которой выводятся деньги, банкротится, как ее отработанную бросают и запускают новую с чистого листа. Главная героиня фильма – Ирина Кошевая. Она смело раскрывала с экрана мошеннические схемы работы бывших партнеров по бизнесу, отношения с которыми были на грани войны. Но верх цинизма в другом. Время показало, то, в чем Кошевая их обвиняла, она сама же применяет с точностью до 99%. Фильм «План Б» при желании можно легко найти в интернете. Посмотрите и сравните. Некоторые факты. В 2011 году, как только Ирина Кошевая стала директором ЗАО «Новые технологии», они с мужем Александром Черемисиным приобрели акции у сотрудницы компании Ольги Ковалевой. Оформили на себя, но не оплатили. Забыли. Акции работали, прибыль капала. Ковалева обратилась в суд и выиграла. Но супруги проигнорировали решение суда. Акции так и не вернули. В основании решения суда предыдущие акционеры ЗАО «Новые технологии» должны были передать акции законному владельцу. Но они это делать отказались. И все акции передали своему работнику, мастеру электроучастка Парафунтову. Факт следующий. У Кошевой в ЗАО «Новые технологии» и на подрядах работали близкие люди, члены семьи. Директор подрядной организации «Орион» – законный супруг Александр Черемисин. Летом 2014 года он сменит жену на должности директора ЗАО. Семейный бизнес процветал. Какие нормативы, какие тарифы. Также действовали и оппоненты Кошевой в фильме «План Б». Добавим, что между собой эти две компании, руководимые членами одной семьи, могли заключать какие угодно договора и подписывать акты выполненных работ, часто сверхотведенных на это нормативов. Белился целый лес деревьев, то есть только в тайге нету, сколько у нас белилось деревьев в микрорайоне. Ну и ряд вот таких работ, которые, так скажем, проверить их невозможно в таких объемах. То есть невозможно проверить песок, который насыпался и разнесся ногами. Невозможно проверить, допустим, у нас тот же вывоз снега, уборку снега, то же самое, подметание территории, сколько там дворник вымел этого мусора, правильно? Да. В нашем распоряжении оказался любопытный документ – акт выполненных работ за май 2015 года между ЗАО «Новые технологии» и подрядной организацией ООО «Перспектива». Запомните название. Только по одному дому, пролетарский 25, за уборку подъездов и дворовой территории подрядчику было заплачено 427 тысяч рублей. Не многовато ли? Есть же тарифы на содержание и текущий ремонт жилого помещения, они утверждаются Советом депутатов. Рассмотрим случай по дому 25, по пролетарскому проспекту за май 2015 года. Площадь дома составляет 19 166 квадратных метров. Так, содержание придомовой территории составляет 2 рубля 10 копеек за квадратный метр. Содержание места общего пользования составляет рубль 70. Содержание мусоропровода составляет рубль срок 2 копейки. Используя простую арифметику, мы складываем коэффициенты и умножаем на площадь дома. Из этого мы получаем 100 тысяч 50 рублей 75 копеек в месяц. То, что должны были заплатить жителям. Так, предыдущее руководство в лице ООО «Перспектива» Строкова и директора ЗАО «Новой технологии» Черемисева за те же самые услуги выставили счет на 427 786 рублей 90 копеек, что в 4 раза превышает положенный тариф. Аттракцион неслыханной щедрости от ЗАО «Новые технологии». Жители заплатили за услуги 100 тысяч, а подрядчик получил за них 427. Всего же стоимость работ по акту 2 миллиона 233 тысячи рублей. По действующим тарифам было бы 556 тысяч. Разница в 1 миллион 677 тысяч является прямым убытком для новых технологий только за один месяц. Кто же такая эта перспектива, с которой так щедр директор ЗАО Александр Черемисин? А это тоже его компания. Одним из учредителей была его родная сестра, и сам он там одно время работал директором. Чуть позже, в августе 2015, эта же Черемисинская «Перспектива» подала иск в арбитражный суд на его же ЗАО «Новые технологии». Якобы в октябре 2012 года ЗАО не оплатило подрядные работы. И не на 20 копеек, а аж на 18 миллионов рублей. Как же это они три года об этом не вспоминали? Ответчик не спорил. Суд вынес решение взыскать с новых технологий в пользу перспективы указанную сумму. Так супруг Ирины Кашевой сам себе заплатил 18 миллионов, которые были сняты со счетов ЗАО. А долг перед ресурсовиками рос, рос и рос. Но не только ЗАО «Новые технологии» работала эта перспектива. Черемисин стал директором ЗАО, сменив жену, но и та без дела не сидела. Ирина Кашевая перешла работать в муниципальную управляющую компанию ДЭС ЖКХ. Ту самую, которая вскоре обанкротилась, оставив многомиллионные долги. Кашевая руководила ДЭСом с весны 2014 до лета 2015. И договоры на подрядные работы у нее на этот период были с кем? Конечно же, с ООО «Перспектива». Такой вот семейный бизнес. С того момента, как стала Ирина Владимировна Кашевая директором ЗАО «Новые технологии», у ее семьи начало появляться в собственности недвижимое и движимое имущество, которое она оформляла на себя, на мужа, на родственников. Жилой дом с земельным участком на улице Герцена. Февраль 2013 года. Собственник Александр Черемисин. Трехкомнатная квартира в доме номер 9 по улице Шмидта, площадью 90 квадратов. Март 2015 года. Собственник Ирина Кашевая. Брат Ирины Кашевой Сергей Ичанский. Индивидуальный предприниматель. В январе 2016 года купил два нежилых помещения площадью 138 квадратных метров в доме номер 5Б по улице Сиреневой. Там теперь офис УК «Перспектива». По нашим данным, есть и другая недвижимость, а также дорогие автомобили. Оформлено имущество, конечно, на родственников. Вот и ответ на вопрос, где деньги. А откуда деньги? Догадайтесь сами. При этом только «Зао Теплосеть Инвест» компания Кашевой за 5 лет задолжала 96,5 миллионов рублей. Что могу сказать про задолженность «Зао новой технологии»? Ну, скажем, возьмем за 5 лет. То есть это с 1 января 2011 года по 1 января 2016 года. Задолженность составляла «Зао Тепло» 20 миллионов с небольшим. Скажем, на 1 январе 2016 года это уже почти 100 миллионов. То есть 96,660. Понятно, что этих денег мы никогда не увидим. И они исчезли в неизвестном направлении. Закономерным итогом стало банкротство компании в феврале 2016 года. Новые технологии лопнули. Высосав из компании все, что можно, супруги бросили фирму за ненадобностью. Но безнаказанно сделать это не удалось. 10 октября 2017 года арбитражный суд Московской области доказал вину руководства новых технологий и факт нанесения предприятию убытка на сумму 118 миллионов 430 тысяч рублей. Суд установил, что руководитель не проявлял должной меры заботливости и осмотрительности, не исполнял обязанности по ведению и хранению бухгалтерских документов, допустил халатность в управлении обществом, чем создал условия для несостоятельности должника. Суд также делает вывод, что директор Александр Черемисин на протяжении длительного периода времени, в том числе после введения процедуры наблюдения, перечислял денежные средства со счета должника, то есть ЗАО «Новые технологии», на счета подконтрольных ему юридических лиц, что привело к уменьшению активов должника и причинило убытки кредиторам. Собственно, о чем мы и рассказали выше. Суд привлек Черемисина, изменившего его директора Квасова, который занимал должность всего пять дней к субсидиарной ответственности и постановил взыскать с собой их указанную сумму – 118 миллионов рублей. Вы спросите, заплатили или нет? Нет, конечно. Как-то выкрутились. Но это будет только в октябре 2017 года. А в конце 2015 года на Семейном совете было решено вывести на рынок управления жилым фондом новую незапятнанную управляющую компанию. Ею и стала перспектива, вооруженная за благовременно полученные лицензии. Компания новая, а дома все те же, микрорайон Заречный. Надо было только в очередной раз переголосовать их. Пик этой активности пришелся на самый конец года и новогодние каникулы. Собрание было 29 декабря под Новый год. 15-го года, накануне 16-го года. В начале 15-20 больше там не было. Все так сумбурно. Я так поняла, люди, которые были вот именно за перспективу, вот они и собрались. А остальные? Да и то. Многие-то, наверное, не знали даже. Я, наверное, не была на этом собрании. Я не слышала. Ирина Кашевая оповестила тех жителей, кто ее поддерживал, что перспектива – ее новая компания. И они голосовали по этой причине. А те, которые против, голосовали за новую компанию, лишь бы избавиться от Кашевой, не подозревая, что голосуют опять за нее. Браво! Аплодируем стоя. Удивительно, как изменилась сама Ирина Кашевая. Она буквально возненавидела свою бывшую, прежде так горячо любимую компанию. И вот почему. ЗАО «Новые технологии» хоть и находилась под внешним управлением, но с рынка не ушло. Деятельность управляющих компаний регулирует государственная жилищная инспекция. Она же вносит дома в лицензию той или иной УК. Так вот, дома микрорайона ГЖИ оставила у новых технологий. Получается, что управлять домами перспектива могла, но самих домов у нее не было. И снова в почтовых ящиках Заречного двойные платежки. Март, апрель, май, июнь. Я уже заплатила в новые технологии. Ну, мне все заплатили. Ей я платить не собираюсь. Она мне их шлет. Зачем она? Ну, вот это, Кашевая. И снова Кашевая в своем стиле выносит ссор из избы на улицу. На митинги и телеэкраны. Решили, что компания будет работать. Надо деньги собрать и заткнуть свои дыры по долгам. Поэтому, поэтому, значит, на сегодняшний день тот, кто туда заплатит, деньги провалятся в яму. Понимаете это? Компания «Панкрод» и может управлять своим фондом. Все деньги пойдут. Новые технологии компания «Панкрод». Она не имеет права заниматься хозяйственной деятельностью. И о том же репортаж на телеканале «Подмосковье-360» 23 мая 2016 года. В нем жители негодуют по поводу платежек, которые им выставляет ЗАО «Новые технологии». Они, дескать, от ее услуг отказались, выборов перспективу. Автор констатирует, что новые технологии, правда, не должны работать. Предыдущее руководство старой управляющей компании за долги 120 миллионов рублей отстранили от управления. Есть решение суда, в котором их признают банкротами. Как же запудрили мозги нашим коллегам. Будь они повнимательнее, увидели бы, что тем самым отстраненным предыдущим руководством «Новых технологий» был кто? Муж директора, якобы пострадавший УК «Перспектива». Сильно бы удивились такому финту областные телевизионщики. Да, сообразительности Ирины Кашевой позавидовал бы сам великий комбинатор Остап Бендер. Вот как она придумала собирать деньги с тех, кто хотел платить не «Перспективе», а «Новым технологиям». Создала собственный расчетно-кассовый центр. У нее свое РКЦ. Принес созданное. Сразу же. Да. Сразу же. РКЦ – новые технологии. Да. Выпадает очень интересно. Да, новые технологии называются РКЦ. Через него Кашевая собирала плату за услуги ЖКХ на счета «Перспективы». Люди видели в квитанции название «Новые технологии» и платили. Потом, конечно, разобрались, а поначалу далеко не все. Да и не надо разбираться, надо платить. За Кашевую и ее компанию взялись правоохранительные органы и госжилинспекция. Засомневались они в легитимности общих собраний собственников жилья по выбору УК «Перспектива». В том, что можно за месяц без нарушений жилищного законодательства провести голосование по 47 домам. Собственно, поэтому и не отдавали ей дома. Государственная жилищная инспекция Московской области в марте месяце 2016 года провела проверку предоставленных документов УК «Перспектива», в результате которых были выявлены ряд нарушений жилищного и гражданского законодательства. В апреле месяца 2016 года Щелковская городская прокуратура вынесла предоставление об устранении нарушений жилищного законодательства и объявила предоставление о недопустимости нарушения закона в адресовую «Перспектива». Не простил бывшему руководству ЗАО «Новые технологии» почти 100-миллионный долг крупнейший кредитор – компания «Теплосеть Инвест». Мы обратились к правоохранительным органам, и в апреле 2016 года возбуждено уголовное дело по этой ситуации. Возбуждено в отношении руководства ЗАО «Новые технологии» в период с 1 сентября 2012 года по 1 сентября 2013 года. И, соответственно, сейчас будут разбираться с руководством, кто был в тот период на ЗАО «Новые технологии». Многое невозможно объяснить в этом деле. Несовершенство законодательной базы и коррупционная составляющая позволяют особо одаренным творить, что хотят, и выходить сухими из воды. Ирина Кашевая все-таки отсудила дома микрорайона. Суд обязал госжилинспекцию внести в реестр лицензии информацию об управлении многоквартирными домами ООО «Перспектива». Сторонники Кашевой на радостях собрали 31 июля 2016 года в городском парке митинг, на котором объявили о ее победе. Но что же мы видим при внимательном изучении документов? Помните, что у семейства Кашевая и Черемисин была еще одна ООО «Перспектива» – подрядная организация? Похоже, Ирина Владимировна сыграла двумя компаниями, да не где-нибудь, а в суде. 4 апреля иск против ГЖИ подавала компания с одним ИНН и регистрационным номером, а решение 28 июля вынесено в отношении «Перспективы» с другими данными. На вид обе «Перспективы» абсолютно идентичны, одинаково называются, имеют одинаковую форму собственности и зарегистрированы на тот момент по одному и тому же адресу – Комсомольская, 3А. Но первая «Перспектива» за это время вообще успела ликвидироваться. При этом о правопреемственности двух «Перспектив» нигде не сказано. Возможно, там и была какая-то уловка, но мы руководствуемся тем, что видим на официальном сайте арбитражного суда. С 2018 года в Жилищный кодекс внесены изменения, ужесточающие контроль за работой управляющих компаний. Лицензия теперь выдается не на неопределенный срок, а ограничена пятью годами. По запретам компании двойники со схожими названиями. Управляющую компанию больше нельзя зарегистрировать про запас. Если у получившей лицензии УК более шести месяцев нет в управлении ни одного дома, лицензия аннулируется. Развоение «Перспективы» Ирине Кашевой сошло с рук, но теперь мы знаем, что некоторые методы, которыми она пользовалась, законодательно запрещены. В 2017 году компания «Перспектива» отремонтировала больше всех подъездов по программе губернатора, за что даже получила грамоту администрации района. Неужели Ирина Кашевая так изменилась? Увы, это было бы слишком скучно. Как насчет войны с собственными жителями, из которых «Перспектива» выбивает долги, о которых те и не подозревали? Вот это уже интереснее. Ни одного месяца никогда не пропустила. Все везде плачу. В результате должник на старости лет. Ну это же до инфаркта можно человека довести в конце-то концов. Летом 2016 года, пока «Перспектива» судилась с ГЖИ по поводу невключения домов в реестр лицензий, жители получали платежки и от «Перспективы», и от новых технологий. На вопрос, кому платить, им отвечали однозначно. В ЗАО новые технологии. Люди так и делали. Мы считали, что мы поступаем правильно. Мы обратились ко всем службам госнадзора, в администрацию, в прокуратуру, в госинспекцию и получили однозначные ответы от всех, что в настоящее время управляющей компанией является новой технологией, и платить только туда. Эта позиция, как мы уже знаем, основывалась на серьезных подозрениях в легитимности общих собраний собственников по выбору УК «Перспектива». Потом был выигранный Кашевой суд. В ноябре 2016 года ГЖИ внесла спорные дома в лицензию «Перспективы». Двойные платежки закончились, жители стали платить новый УК, но не успели обрадоваться, как пошли квитанции с прикрепленными к ним досудебными уведомлениями. Ирина Кашевая требовала оплатить ей жилищно-коммунальные услуги не с момента включения домов в лицензию, а с даты заключения договоров управления, то есть за март-октябрь 2016 года. Услуги, которые люди уже оплатили в зал «Новые технологии». Добросовестных плательщиков назвали должниками. Когда мы принесли квитанцию, в самом начале, когда «Перспектива» действительно к работе приступила, нам там сказали, я спросила, много ли нас таких, нам сказали много, больше тысячи квартир точно. И так продолжается уже больше года. «Квитанция» от «Перспективы» приходит с долговым уведомлением и соответствующими начислениями, только теперь еще и с пенями за весь период. Вот, это вот 34 тысячи уже. Это было 25 на тот момент, когда это была задолженность. Вот за апрель 2018 года, вот 34, мы, конечно, все это вычеркиваем, платим только то, что вот, то, что начислено, минус-минус пени. Вот получается вот такая сумма. Получается, что за одну и ту же оказанную услугу на доме я, например, должна заплатить дважды. По-моему, такого нигде в мире нет. Все, я заплатила уже. А там уж вот ваши дела, разбирайтесь. Самое главное, очень обидно, что с нами обращаются, как с какими-то злостными неплательщиками, любыми способами с нас пытаются вытягивать вот эти платежи. Многие, конечно, заплатили. Иначе ни субсидию оформить, ни визу получить. Или просто связываться с кашевой не захотели, а другие стали отстаивать свои права. В микрорайоне образовался даже неформальный клуб пострадавших от кашевой. Когда мы стали объединяться, кучковаться, вот, и когда у нас выросло уже до 22 человек, мы так просто себя среди своих, так называем, клуб или любителей ЖКХ, или потерпевших от перспективы. Кашевая судится с непокорными. Они, увы, проигрывают, но не сдаются. Наняли адвоката. Сейчас сами подали заявление в прокуратуру и иск в суд о незаконности повторного начисления за уже оплаченные услуги. А вот вам еще один трюк от Ирины Кашевой. Когда жители спрашивали, почему она не требует произведенной ими оплату за новые технологии, она отвечала, что не имеет законных оснований. Однако же в суд обратилась, и основания нашлись. 28 ноября прошлого года 10-й апелляционный суд постановил взыскать с новых технологий в пользу перспективы неосновательное обогащение, полученное в результате сбора с населения коммунальных платежей и платежей за обслуживание и ремонт общего имущества многоквартирных домов в размере 13 миллионов 845 тысяч рублей. То есть один и тот же долг Кашевая намерена собрать дважды. Перспектива отсудила новых технологий, необоснованное обогащение в размере 13 миллионов. То есть наши деньги. Это наши деньги, но нам сказали, это не ваши деньги, юрист перспективы. Но не перехитрила ли Ирина Владимировна саму себя? Может быть, кто нам мешает, тот нам поможет? По мнению Щелковской прокуратуры, сумма, взысканная перспективой через суд, включает в себя денежные средства, внесенные жителями за ЖКУ в новые технологии в 2016 году. Так что вопрос законности выставления долговых квитанций не закрыт. Для его решения необходимо персонифицировать денежные средства, полученные за новые технологии в указанный период. Подобную настойчивость и целеустремленность в сборе денег с жителей можно было бы объяснить, если бы управляющая компания образцово выполняла свои прямые обязанности по содержанию многоквартирного дома и придомовой территории. Но про перспективу этого мы сказать не можем. Грамоту за ремонт подъездов получила. Это факт. Позитивный, но, возможно, единичный. Жители дома 7А по улице Комсомольской обратились к главе района. Во дворе нет освещения, ливневки, стоянки, детской площадки. Вообще ничего нет, кроме травы по колено. Ничего не делают. Вот в прошлом году пожаловались, они пришли под миле. А дворников у нас на дому вообще нету. Давайте мы можем несколько управляющих компаний, пусть люди поедут. Очень бы хотелось, чтобы наш дом отдали городу. Мы очень хотим, чтобы нас... Понимаете, у нас есть... У вас даже вот этот элемент и тот не сделан. О чем вы говорите? Сейчас готовится ограждение, будем устанавливать вообще новые здесь ограждения. Десять лет, десять лет вы обещаете ограждение. Уже тоже врете. Что были новые технологии плохие, что сейчас перспективы плохие. Подвал вообще никуда не годится. Там, я не знаю, я говорю им, скоро дом рухнет. В подвале стоит вода, вот так. И мушки летают. Мухи канализационные летают, круглогодично. И стоят запахи. С таким отношением управляющие компании к работе и к требованиям жителей недалеко и до большой беды. Вы знаете, надо электрико-срочного заводить. А электрико-перспективы сказали, это нормально. Пожарные, что творится. Видите, да? Пожарная ситуация. Это же дом. Здесь люди живут. Асфальт во дворе на Комсомольской 7А разрушен стекающими вниз поверхностными водами. Это явно проблема не одного года. И будь управляющая компания ответственнее и настойчивее, двор бы давно включили в программу комплексного благоустройства. А так только на следующий год. И то после личного вмешательства главы района. Мы вот цоколь покрасили, мы вот подъезд сделали. Ну, подъездом вам денег дали. На цоколь, опять же, вам денег дали. А то, что касается жителей, собирайте коммунальные платежи, вкладывайте в дом хотя бы, чтобы он функционировал нормально, без угрозы жизни для жителей. Очень много обязанностей сложится на управляющую компанию. Или в этой управляющей компании домов очень много. Или она просто недееспособна. Сегодня у компании «Перспектива» в управлении 62 дома. Похоже, это не посильная ноша для нее. 29 марта этого года в Щелкове провел выездное совещание заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов. Присутствовали министр ЖКХ, руководство ГЖИ, прокуратура, полиция, ресурсовики. У области большие претензии к Щелковским управляющим компаниям. Многомиллионные долги за ресурсы, отказ вступать в Мособл ЕИРЦ. Чехарда с домами некоторые по 3-4 раза в год переходит от одной УК к другой. И вообще полсотни их на район. Это слишком много. Сегодня, если смотреть на те управляющие компании, которые работают в Щелковском муниципальном районе, то мы не можем сказать, что компания наилучшая. Значит, количество их растет, а качество предоставляемых услуг у нас сегодня в наших лет намного хуже. Что касается УК «Перспектива». Больше 7 миллионов рублей она должна сегодня Щелковскому водоканалу. Миллион 137 тысяч – МОСЭНЕРГОСБЫТУ. МОСОБЛ ЕИРЦ не вступила. Жители будоражат. К таким Дмитрий Пестов настроен категорично. Не уйдите с этого рынка. Вы уйдите, не тренируйте жителей. Ну зачем вы так делаете? Областные руководители поставили задачу. Обслуживать жилой фонд Щелковского района должны только лучшие управляющие компании. Договорили сделать дорожную карту, двухмесячный срок, распределить по предложению управдомов, жителей, какие собрания по каким домам инициировать, для того, чтобы навести здесь порядок. Летом 2017 года на рынок управления многоквартирными домами Щелкова буквально ворвалась управляющая компания СВТ. Свет, вода, тепло. Действовала дерзко и бесцеремонно. Мы легли спать в округе 17-м. Это было 12-15 июля 2017 года. А утром пришли сюда сотрудники СВТ, поломали замки. Мусор сборника, замки в подвальном помещении, замки шахты под шахтой. И все остальное. Говорят, вы теперь находитесь у нас в СВТ. В собрании не было никакого. Подобного никто не ожидал. Ни жители, ни власти, ни правоохранители. А уж как удивилась Ирина Кашевая, когда у нее самой дома стали уходить в СВТ. Прямо отбивают руки. Что такое? Нанимаю подрядчика, заключаю договор. Утром стою, а в веществе дома нет. Что нет? Домов нет в веществе. У нас дома-то мигрируют в СВТ регулярно, каждый день. С подъездами дома будет. Я подрядчика, ламп, закладываю на дом, условно. У нас голосовало население, я не голосую. У нас только СВТ сами голосуют. Так у нас в районе происходит. Ну, надо ж такому случиться. У самой Ирины Кашевой появился конкурент. УК Перспектива через суд попыталась вернуть дома, которые ГЖИ уже внесла в реестр лицензии СВТ. Но проиграла. В общем, одним врагом у Кашевой стало больше. А меч уже занесен. В результате проверок легитимности собраний по выбору компании СВТ протоколы по десяткам домов лопнули, как мыльные пузыри. Администрация Щелковского района, как собственник муниципальных квартир, инициировала общие собрания жителей по выбору других УК, которые заходят честно, работают без нареканий, соблюдают платежную дисциплину. И занервничала директор Перспективы. Панические листовки появились в подъездах. 2 мая на улице Беляева в микрорайоне Бахчеванджи люди с плакатами «За перспективу» встречали съемочную группу телеканала «Россия». В собравшихся без труда можно узнать жителей микрорайона «Заречный» из тех, кто всегда рядом с Ириной Кашевой. Сама она тоже здесь возмущенно потрясает пачкой бумаг. Но у Перспективы нет ни одного дома на улице Беляева. Жители поселка Бахчеванджи вышли на защиту своей управляющей компанией СВТ. А как же непримиримая вражда и судебные тяжбы? А как же принципы? А никак. Перспективы СВТ теперь идейные друзья и соратники. Добавим, что репортаж, который по замыслу тех, кто заказал центральное телевидение, должен был защитить обиженные УК, цели своей не достиг. Для федерального СМИ нужно было создать антураж, показать граждан недовольных инициативой по смене управляющих компаний. У Ирины Кашевой есть на этот случай группа поддержки. С 2011 года она бросает ее в бой каждый раз, когда требуется пошуметь, поскандалить, помитинговать. Эти люди достойны отдельного рассказа. Александра Ким. Защищала ЗАО «Новые технологии» в 2011-м. Участвовала в передаче на Первом канале в 2012-м. В фильме «План Б», разумеется. С 2016 года защищает ООО «Перспектива». Была и на встрече с журналистами «Вестей» в 2018-м. Ольга Ермакова. Одна из старейших сотрудниц управляющих компаний «Новые технологии» и «Перспектива». Тоже рядом с Кашевой с 2011 года и до сегодняшнего дня. Николай Тарасенков и Владимир Петрушенков. И эти лица частенько попадаются на глаза на массовых мероприятиях с участием Ирины Кашевой. В быту – активисты Советов домов. Оксана Кремная – сотрудница и соратница Ирины Кашевой, блиставшая вместе с ней в передаче Елены Прокловой в 2012-м году. Как вошла в роль, так до сих пор в ней. И некоторые другие действующие лица и исполнители. Эти милые дамы и убеленные сединами мужчины, вместо того, чтобы нянчить внуков, поддались базарно-митинговой идеологии. Они даже в кабинете главы района не могут выйти из образа. Эта встреча, кстати, посвящалась обсуждению тех самых проблем с двойными платежками летом 2016 года. Алексей Валов пригласил жителей, чтобы разъяснить им ситуацию. Однако на встречу пришли в основном люди Кашевой. И они ее фактически сорвали. Я попрошу вас, покиньте, пожалуйста, совещание. Кто не хочет регистрируется, покиньте, пожалуйста, совещание. Ермакова, Ольга Владимировна. Я председатель, заведу дома. Покиньте, пожалуйста, работайте в управлении компанией. Покиньте, пожалуйста, совещание. Я хотел поговорить с людьми, с жителями, понимаете? А тут, получается, половина рабочих в этой компании. Мы их так называем. Кричалки, да, кричалки. Если управляющая компания хорошо, безупречно работает под руководством Кашевой, зачем ей нужно устраивать вот такой вот ор и такой крик? Ну, зачем это нужно? Это что-то, вот вы знаете, наводит на мысль. Значит, не все уж так и благополучно в этой управляющей компании, раз она боится, чтобы люди другие могли высказать совершенно другое мнение о ее работе. Были на стороне Ирины Кашевой более влиятельные силы. Бывший депутат МОСУ был Думы, секретарь районной коммунистической ячейки Наталья Еремейцева. Тоже большая любительница поскандалить и поминтинговать. Под ее красным флагом Кашевая даже на районные выборы дважды ходила, но безуспешно. А потом и сама Еремейцева лишилась доверия и поддержки однопартийцев. Любовь Филипп, руководитель исполкома областного отделения Общероссийского народного фронта и тоже бывшая. В 2016 году она была кандидатом в депутаты Госдумы. Возможно, решила попиариться на союзе с Кашевой, которая тогда как раз воевала с ГЖИ и новыми технологиями за дома микрорайона. Тот июльский митинг в парке был обставлен, как ни один другой в Щелкове. Не поскупились организаторы. Участников массовки перевезли на микроавтобусах. Для съемок арендовали телевизионный кран. Изготовили лозунги. Я поздравляю генерального директора компании «Перспектива» Ирину Кашевую. Это смелая женщина, которая, несмотря ни на что, продолжала практически полгода отстаивать права жителей на самоуправление в собственных домах. Браво, Ирина! Браво! Ура! Гуляли в парке. К нам подошла женщина. Пригласила на митинг. Ну, просто сходите и заплатите нам денег. Постойте. Да, постойте немножко. Вы пришли, постояли, нам заплатили по 200 рублей. Где сейчас Еремейцево, где Филипп? Что-то не видно их рядом с Ириной Кашевой на очередном витке ее борьбы. Остались одни кричалки, которых в знак благодарности за участие в очередной акции, видимо, сводит в ближайшее кафе. Как тогда, после митинга в городском парке. На этом будем заканчивать. За комментариями к Ирине Кашевой мы не пойдем. Во-первых, на каждое наше слово у нее найдется десятка своих. Во-вторых, она и так уже много сказала в фильме «План Б». В-третьих, мы руководствовались документальными свидетельствами, и они, на наш взгляд, пояснений не требуют. Все понятно. Мы видим, что до того, как на сцену вышла Ирина Кашевая, таких скандалов в районе не было. С бывшими партнерами разругалась. Ни с одним руководителем отрасли ЖКХ ужиться не может. Скандалы сопровождают всю ее деятельность. Вместо того, чтобы обеспечивать людям комфортное и спокойное проживание, чем и должна заниматься УК, она обеспечивает им стресс и бессонные ночи. Кашевая приходит, начинает крик, шум, гам, вносит какую-то неразбериху. Я без микрофона могу, я громкая. Безусловно, в уме и таланте этой женщине не откажешь. Она гениально умеет находить лазейки в законодательстве и вершить свои дела, оставаясь практически неуязвимой. Хотя Остап Бендер тоже знал 400 сравнительно честных способов отъема денег, однако же мы помним, чем закончилась история идейного борца за денежные знаки. Возмездие настигло откуда не ждали, на вершине успеха. А ведь и правда, может пока не поздно Ирине Владимировне стоит сменить род деятельности, радовать зрителей своим талантом на сцене и слышать от восторженных поклонников крики «Браво!», чем видеть слезы и проклятие жителей. Право, стоит подумать. Этот фильм готовился не один день. В процессе изучения материалов открывались новые стороны деятельности Ирины Кашевой. Так что она сама дает нам поводы для продолжения рассказа. Новые факты и свидетельства в третьей части этой истории. Скоро в эфире на Щелковском телевидении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова